На вторую половину века пришелся бум расцвета уфологии, веры в инопланетян и поиска контактов с ними, и хотя уфологии уверяют, что свидетельства о встречах с НЛО известны с древних времен и зафиксированы в шумерских письменах и древнеегибетских папирусах, самый знаменитый случай датируется серединой прошлого столетия. Ровно 75 лет назад, 2 июля 1947 года, произошел так называемый Розуэльский инцидент, предполагаемое крушение НЛО недалеко от американского города Розуэлл. В ночь со 2 на 3 июля фермер Уильям Брейзил, живший на ранче в штате Нью-Мексико, в 75 милях к северу от Розуэлла, услышал какой-то взрыв, сопровождавшийся вспышкой света. Он не очень удивился, накануне была сильная гроза. Проснувшись, Брейзил сел на лошадь и отправился в поле. Там, как он рассказывал потом в интервью, были разбросаны на большой площади необычные обломки, которые казались металлическими. Кроме того, фермер обратил внимание на неглубокую траншею длиной несколько сот футов. Среди фрагментов непонятного вещества, схожего с фольгой, валялись и бруски из очень легкого материала, который не горел, не повреждался ножом и имел свойство после деформации принимать первоначальный облик. Что же касается фермера Уильяма Брейзил, то он, как утверждали журналисты, после общения с военными выразил сожаление по поводу того, что рассказал обо всем это.